всем привет друзья с вами варчик в этом видео расскажу вам про танчик из 2 и обычный из 7 уровня только экранированный плюс его можно получить бесплатно плюс он еще премиумный сразу объясню что потеть за этот танк не стоит если у вас получение этого танка идет прямо с трудом не хотите или не нравится вам этот режим пв который картошка сделала не нужно убивать себя и потеть через силу танчик того не стоит это на и обычнейший из если его сравнить с другими и сами 7 уровня они вообще почти ничем не отличаются друг от друга у них одинаковая пушка одинаковое пробитие точность сведения дпм практически у всех одинаково единственное что у кого 122 дпм чуть поменьше бронирование практически у всех одинаковое только у кого 3 броня чуть получше также пушка опускается у всех так себе у кого 3 пушка опускается чуть получше там 7 градусов к в 3 чуть бронирование но и к в 3 имеет меньше удельную мощность и хуже поворачиваться на месте ну а так в целом остальные из и просто одинаковые абсолютно полностью одинаковые единственное что из 2 и у него максимальная скорость 30 это самая маленькая среди всех и сов седьмого уровня у остальных там по 35 по 30 чем-то и доходит до 40 у к в 122 сложно какой-то танчик среди этих всех седьмых уровней выделить они все подобные и очень похожи единственное что скажу что на к в 3 очень удобно стрелять поскольку там пушка опускается на 7 градусов когда я качал ветку двустволок к в 3 мне очень сильно понравился на нем крайне легко делать результат из-за того что всегда удобно стрелять к слову седьмой уровень на котором эти танки находятся очень приятный по геймплею часто попадаются пупсики 6 и 5 уровня если вы играете в тот момент когда вас кидает очень часто вниз списка значит в этот день или в этот период времени балансировщик чувствует себя не очень из-за того что либо праздник какой-нибудь либо какой-то режим включили и людей в рандоме на каком-то уровне слишком много а на каком-то слишком мало если вас часто кидает вниз списка на седьмом левеле значит в этот период что-то влияет на балансировщик и он не может часто вас кидать в топ видимо нужно поиграть в другой день поскольку наш балансировщик держу в курсе очень чувствителен к любым изменением количества людей на уровнях и на классах техники я же играл очень часто кидает в топ все замечательно по поводу брони ну в принципе к в 3 чуть бронирование но он тоже легко пробивается из и пробивается еще чуть лучше но в целом броня у iso есть немного вокруг орудия есть брони в скосах башни там есть немного брони немного можно бортом потанковать ну а так они легко пробиваются что в нлд иногда даже в лд лючок вообще 90 миллиметров поэтому грубо говоря если вы какую-то броню ищите высах в к в 3 и в к в 122 здесь нигде брони нет эти танки играются самый простой геймплей world of tanks игра от альфы вы выезжаете в тот момент когда заряжены даете свою альфу безопасно не рискуя своим хп своего танка после того как дали выстрел с уроном или без урона не столь важно главное безопасно назад в укрытие заехать вы весь бой должны как можно больше стрелять безопасно чем больше будете стрелять тем больше шансов что вы закончите бой с уроном поскольку пушка кривая 046 точность изначально ужаснейшее сведение очень долго стрелять придется много для того чтобы наносить урон эти танки могут в урон все эти из и седьмого левела но для этого нужно много стрелять не как бы ковать там танковать и упарываться в кучу врагов на этих танках нельзя вы должны равномерно планомерно выезжать давать альфу и заезжать прятаться и так вы должны действовать на вас не должны напирать куча врагов вас не должны давить вы должны держаться на средней дистанции от врага для того чтобы они вас не задавили у вас должны быть под рукой союзники, укрытие и план действий на бой. Вы должны находиться от врагов на таком расстоянии, чтобы в любой момент можно было либо в атаку поехать, либо отступать. При этом все должно быть безопасно и в укрытиях. Не нужно слоняться по полю туда-сюда. Из модулей по совету досылатель, сведения и рага. Поскольку обзор у этих танчиков плохой, только рага позволят вам что-нибудь увидеть. Допаек ставить не стоит, поскольку танк горит в лоб, танк горит в борт и в принципе баки очень слабые. Поэтому ставьте большой огнетушитель для того, чтобы гореть реже, ремку и аптечку. По поводу пробития его в целом достаточно. 175 ббшкой, 217 под калибром. По поводу фарма ключевое, почему не стоит упарываться за этим танком, он практически не фармит. Да, это прем танк, но это седьмой уровень без обзора, с кривой пушкой и большой альфой. А это значит, что мы будем много промахиваться и платить за снаряды, которые летят куда попало. Также мы будем стрелять часто по чужому засвету, поэтому часть серебра мы будем отдавать тому, кто светит. В целом этот танк по капельке серебро приносит в ангар, но вы особо его даже не заметите, даже с прем аккаунтом. По поводу этих экранов, вроде как в коллижен модельке они есть, но какой-то там жесткой видимой брони это танку не придает. Не надейтесь в общем, что эти экраны будут там отражать все снаряды. Больше воспринимайте их как косметическое украшение, нежели как рабочее приспособление. По поводу танка он вполне себе играбельный, но смысла в нем в целом никакого нет. Я за 20 боев нафармил на нем 350 тысяч серебра с прем аккаунтом. Играл половина ббшек, половина голды без допайка, поскольку танчик горит в лоб очень часто. С огнетушителем танчик горит намного реже. По сути, если вам понравился ПВЕ режим, можете получить этот танк, получайте. Если нет, ну и нет, какая разница, танк особо ни для чего не нужен. Для каких-то там странных коллекционеров и все. С вами был Варчик, играйте красиво, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok